Всем привет! Сегодня 9 апреля. У нас в Ростове потеплело. Томаты я готовила на 15 апреля высадка, но думаю, что надо будет пораньше, так как томаты мои уже готовы. У них и листовая масса хорошая и коренастенькие. В общем, они готовы к высадке. Вот все, видите, очень такие уже конкретно надо их высаживать. Некоторые уже томатики выбросили цвета. Вот посмотрите, это утренняя роса. Видите, у них уже бутончики. Бутончики. Кстати, вот сейчас самое время, вот этот вот бутончик большой, его надо отщипывать. Сейчас я не отщипну, потому что я плохо, нужно другие очки мне одеть, не поотщипывать. То есть вот заранее надо вот этот большой цветочек, вот он махровый, его сейчас надо, потому чтобы остальные тоже были хорошие, его сейчас можно отщипывать. В общем, видите, рассада уже моя готова. Я сейчас пойду бить лунки и покажу вам, как, у меня теплица небольшая, как разбить, посадить 80 кустов томата. Вот у меня их сотня, но именно вот в мою пленочную тепличку я высаживаю 80 кустов. По два в лунку и грядки у меня метровые, по 4,5 метра. Вот, и я по два куста сажаю в одну лунку. У меня получается 80 кустов. Сейчас я покажу вам, как я разбиваю, размечаю лунки, покажу в теплице. В общем, томаты готовы. Как видите, все уже, все уже хорошие. И эти тоже хорошие. Вот, и эти, и эти вот. В общем, сотня у меня томатов все готовы на высадку. Пойдем сейчас в теплицу. Вот мои грядки. Я уже начала их разбивать. Видите, на этой уже половина разбила. И на этой. Вот, кстати, я положила в лунку градусник. Видите, 15 градусов. Вот. Но это, это на земле. В самой лунке, вот утром я зашла в самой лунке, я набросала на нее землю, было 10 градусов. То есть, ночь, да у нас и ночью было 10 градусов. То есть, спокойно уже можно высаживать. Вот, как я разбиваю. Вот метровая ширина грядочки метровая. Я высаживаю в два ряда. У меня капельный полив. У меня в два ряда. Вот так по серединке будет идти лента. Вот так лента поливочная. Вот я разбиваю луночку от середины лунки, где будет высажен, и до середины второй. 40 сантиметров. Вот так я замеряю, отмечаю и выкапываю луночку. Так и все. Вот так все. Вот так. Именно что по серединке была ленточка. Вот так. Вот так 40 сантиметров. А вот так уже 50 сантиметров. От середины до середины лунки получается. И там также разбиваю, также высаживаю. И получается у меня в одном ряду 20 томатов и в другом ряду. В общем, 10 лунок по 2 томата. 20. Вот так у меня получается на одной грядке 40 томатов. И так же получается и на второй 40. Как видите, у меня сидираты. Для чего? У меня очень плохая здесь земля. Земли мало, но это очень плохая. Вот. Поэтому я сажаю сидираты. Это второй год я только сажаю. В прошлом году и в я поняла, что сидираты, вот насколько проникают, они очень хорошо рыхлят землю. Прям очень хорошо. Вот. Хотя эти лунки, эти грядки я сделала теплые. Мы прокопали там. Сын помогал, муж. Они прокопали, хотя им все время некогда. Только я занимаюсь этим. Но они мне на метр глубину выкапывали, закладывали туда ветки, листья, картон. Все что было, разные отходы растительные, все-все-все туда заложили. И они у меня как бы приподнятые вот такие грядочки теплые. Поэтому сейчас уже я могу высаживать спокойно томаты. Но мне, конечно, очень помогают сидираты. Я это поняла. И теперь, конечно, буду всегда сажать. Их в любое время вы можете сажать. Даже летом можете сеять между рядами. Вот. Ну, я посеяла эти вот между рядами осенью, когда уже отходили томаты. Но еще это я между рядами посеять большие. А маленькие вот эти вот сидиратики, эти вот недели две-три назад посела. Пускай они тоже прорастают. И поэтому я лунки бью прямо по сидиратам. Между ними остаются. Потом я могу их подчикать, и они как мульча пойдут под кустики. Вот. Ну, вот так я лунки подготовила. Все подготовлю. Сейчас солнышко. Они у меня прогреются внутри. А завтра я приду и заправлю луночки. Чем буду заправлять луночки, я вам завтра расскажу. Вот. Томаты хорошие получаются. У меня там есть видео прошлогоднее. Можете посмотреть. Ну, вот на этом я заканчиваю. Все вам доброго. Пока-пока. Вы зайдите тамあっ сюда. Я прикрепила�. Да нет. Да нет.